привет друзья приветствую на канале александр сегодня у меня обзор распаковка редко я делал такие обзоры а точнее точнее первый раз меня там из моих серьезных несколько сотен видео у меня первое видео о распаковке а это знаю тема интерес правильный видно что я решил приобрести так как я человек увлекающийся разбирающийся чтобы разбираться нужно иметь грил один любимый уважаемый человек основание должно быть основание любого разбора полета в это литература тайны то на что он может вставаться там коллекционеров и так далее это каталог ценник монеты ссср 10 выпуск 2019 год не помню сколько он стоил не очень тут есть большое количество разновидностей советских период у нас 1921 91 год стандартные монеты сср юбилейные памятные монеты не драгоценных металлов региональные монеты расчетные знаки и бонны даже интересно жетоны министерства торговли красота не ожидал такой приятный сюрприз друзья мы с вами был более ответственнее подходить к обзору той или иной темы это важно интересно и объективно то есть можно рассказывать а вот когда ты показываешь и ссылаешься на что-то это гаражно гораздо важнее и объективнее интереснее но мне по крайней мере потому что брендить не мешки ворочать извините за французский надеюсь не никого не обижает такая речь вот копейки да вот это интересно ну кстати не знаю как смотрится на экране то поваре принтовое издание но репринтовое издание но все таки наша задача разобраться здесь собственно это видно штампы и так далее вот какие ужасные состояние копейка 25 года не думал что в таком состоянии она может быть в каталоге отображена но почему потому что она достаточно редко так у нас еще в обзоре вот как раз вот такой экземпляр сегодня я делал обзорчик но его уже вот здесь я думаю хотел быстро вам показать каталог вот это это советский фарфор коллекционный здесь его нет потому что это минская фарфоровая статуя косовья фарфор достаточно сносное качество полиграфии бывает конечно и хуже бывает и лучше не очень толстая бумага ну все читаемо все понятно о такая девушка у нас когда-то было в городе не удалось ее приобрести по какой-то причине не помню даже предмет очень классный это чернильница учеба на ковре она называется эти цена очень серьезная от 7 до 15 гривен просто конечно да нет не гривен доллара да а какой завод завод мы сейчас посмотрим это у нас лфз сейчас меньше плохо работает здесь верхнем углу это фазе скульптура очень интересный каталог на мой взгляд столько здесь предметов то есть изучить разобраться это не под силу как бы но всегда надо стремиться к этому поэтому если вы увлекаетесь чем-то надо покупать литературу недавно у меня была такая пара замечательная птица и петушок вот такая да ну я почему-то думал что это кукушка это просто птица 10-15 долларов цена ну да она также ушла кстати цена абсолютно соответствует каталогу могу подтвердить на своем опыте вот этот индюк и птичка просто я думал это тетерь в чем-то тоже цена у него 10-15 до соответствует а вот еще есть классная такая штука если кому-то интересно ой 5-10 всего скромненько вот такая перепелка но похоже на перепелку вообще это каменная куропатка это лфз люксовый такой предмет я когда-нибудь сделаю обзор именно тех предметов которые у меня есть лично вот это есть вот это было ну и так далее а буду показывать вам ну наглядно что сколько стоит основываясь на печатные данные на каталожные данные это будет интересно и объективно и честно самое главное то что рассказывая не показывая как-то грустно вот одной теории владеть без практики то есть пощупать когда ты можешь пощупать вещь ты ее можешь понять оценить как-то прочувствовать ее состояние понять эти изгибы линии плавность у когда ты держишь в руках также там по монетам по любым другим предметам по флористике можно изучать эмали качество эмали этих состояний и так далее патину изучать можно разбираться в ней родная она не родная так извините перескакиваю так у нас фарфор леса петушок был мне когда-то такой фарфоровый леса петушок народная сказка вот она верхнем углу верхний левый угол 3040 да у нее цена такая она не очень дорогая но так она долго продавалась почему-то я понял не знаю сказка не к чему ее видно добавить хотя вроде звери красивая была фигура видовая это вербилки у нас так друзья ну что давайте с фарфором мы закончим потому что он не имеет конца и края единство что хочу сказать это огромное издание 335 страниц у него вот здесь это что октябрьский прям хочется вообще выпускать из рук столько нового для меня лично еще каталог по елочным игрушкам коллекционные украшения и открытки недавно я делал видео на круглом рынке на барахолке там женщина девушка выпускает современные игрушки здесь у нас елочные периода ссср достаточно редкие которые в каталогах в основном только встречаются они малочисленны потому что ну сами понимаете они очень хрупкие сторожевой пес мастина у меня вот есть такой даже два по моему было но они отличаются совершенно от того окраса который стоит 30 50 долларов за пять пожалуйста есть в продаже он никому не нужен потому что окрас не интересный нередки такой был кошкин дом классный ну да редкий окрас кошкин дом оборот вот это вот эта кошечка а вот это ее дом оборот к получается да он сургучёвы вот эти коричневые переливы это сургуч дедушка вот такой похожий был они все похожи вроде бы только окраса а вот такой по моему сейчас есть даже в обзоре тоже был если я не ошибаюсь вот посмотрите обзор по елочным игрушкам постараюсь здесь добавить ссылки на те предметы которые есть в каталоге под видео постараюсь если найду то что я сделал именно в каталожном печатном обзоре я делал обзор настоящих вещей на настоящих предметов из этих каталогов если я что-то найду то что я указывал в обзоре обязательно добавлю хорошо смотрите ссылочки под описанием красота огромная серия всяких персонажей якуты дружба березка наборы мы с вами не встречали такие думаю кто лично занимается конкретной давно игрушками те может быть все знали все видели все знают все видят и видели и встречали я кстати тут я думаю левиную долю надеюсь также как и вы не встречал но это чем интересно тем что что-то предстоит увидеть да много мы конечно не увидим это ватные игрушки ухты золотая рыбка старик с неводом это это без подобные вещи это штучные изделия ручной работы так друзья ну что кое-какие идеи там по елочным игрушкам были но потом когда подготовлю видео тогда у вас и познакомлю все хорошо собственно хочу заканчивать обзор кто не подписался ставьте лайк друзья подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео всем пока до новых встреч на канале алексаверс алексаверс пока